Всем привет! Меня зовут Джин Лафа, Анатолий Быков, и сейчас я покажу вам первую раскладку моей игровой клавиатуры. Это тестовая раскладка, и, собственно, вы увидите её первой. Итак, поехали! Вот, собственно, из чего состоит первая моя раскладка игровой клавиатуры. Но перед тем, как я вам её покажу, я в предыдущем видео говорил, что буду решать, насколько обрезать эти кнопки, нужно ли это делать или нет. И вот, собственно, обрезанная клавиша, обрезанный кейкап. Вот как, собственно, он выглядит. И расстояние тут от этого края до этого 14 мм. Если сравнить его с обычным кейкапом, давайте посмотрим, то вот, насколько он будет сильно отличаться. То есть, разница очень большая. Я пришёл к выводу, что нужно обрезать кейкапы до 14 мм. Можно и меньше, но меньше нет необходимости, потому что, когда я тестировал, когда я тестировал движение пальцев, когда кнопки все плотно стоят рядышком, да, это хорошо с одной стороны. Ты можешь одним пальцем работать очень быстро по четырём кнопкам, не двигая сильно рукой, да, вообще не двигая рукой. Просто вот, допустим, сейчас положу для удобства повыше. Вот, смотрите, просто одним пальцем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На дальнюю кнопку очень легко работает, на среднюю очень легко работает, и то же самое на нижнюю. Вот, остальные также не буду показывать, только покажу безымянный и мизинец. Смотрите, по мизинцу работают вот эти кнопки. Не вся линия для мизинца. Для мизинца вот эта кнопка, вот эта, вот эта и вот эта. Вот эти две кнопки, это дополнительные. Они работают не на максимальной скорости, а вот эти кнопки на максимальной скорости работают. Итак, а как же работает мизинец? Смотрите, на саму эту кнопку нажимаю и вперед. Получается, очень быстро я могу работать двумя кнопками. Также я смогу работать очень быстро еще одной кнопкой, которую вы сейчас не видите. Но я ее нажимаю. Вот она. Очень быстро могу работать. Сейчас она не совсем удобно стоит, высоковато. Но это потом все будет настроено и определено с размером. То есть, вот эта вот кнопочка, она тоже работает на мизинец. Получается, максимально быстрые кнопки для мизинца это вот эти три. Ну, естественно, можно сказать, что вот эта кнопка крайняя тоже будет быстрой. Вот так, да? Очень быстро нажимать. Но тогда происходит такой наклон, немножко некомфортный. Ну, не то, что сказать, некомфортный. Можно сделать с движением руки, но тогда будут пальцы уходить с других кнопок. Вот. Ну, это тоже хорошо, хорошая кнопка. И также вот туда, вдоль, тоже удобно нажимать. В общем, самые эффективные кнопки получаются раз, два, три для мизинца. Это дополнительные. Я так буду называть максимально скоростные кнопки и дополнительные. Скоростные и дополнительные кнопки. Вот почему вот эта кнопка, вот эта, она не для мизинца. Потому что просто мизинцем до нее неудобно доставать. Кстати, я забыл вам сказать, почему же, собственно, я решил, что не везде удобно ставить кнопки максимально плотно, как, допустим, где указательный палец, кое-где это будет, наоборот, мешать. Смотрите, когда я делал движение мизинцем очень быстро, да, когда я тайпил, получилось так, что наши пальцы делают движение по определенной траектории. И когда мы это делаем быстро, мы можем чуть вперед, чуть-чуть быстрее там вперед нажать, да, чуть дальше нажать. И тогда мы цепляли вот эту кнопку, я ее нажимал, когда она стояла плотно, рядом с этой. То есть, видите, в чем разница. Если, допустим, мы все кнопки поставим очень близко, иногда это может быть хуже. В итоге я определил, что вот эта кнопка, она не должна ставить вплотную к этим кнопкам, как в других местах. Она должна быть стоять на оборотном расстоянии. И как же на нее нажимать, если она стоит на другом расстоянии, на большом? Мизинцем, естественно, за нее не застану. Тогда надо будет двигать рукой, но это совсем неудобно. И оказалось, что на нее удобно нажимать вот этим пальцем безымянным. То есть, смотрите, хоп. Она тоже как дополнительная, не самая скоростная, но нажать на нее безымянным пальцем максимально удобно. Раз в бок. Можно прямо нажимать безымянным пальцем очень быстро. На дальнюю кнопку очень быстро нажимать. Ну, безымянный пальц у меня не так сильно развит, опять же. Вот. Нет, я тогда неудобно, быстро управляю пальцами. Но сейчас одновременно и камеры держу. Вот, поэтому не все комфортно. Ну, в общем, это кнопка для безымянного пальца. Я определил, что в каких-то местах кнопки должны стоять очень плотно друг к другу. Но в каких-то местах они должны стоять подальше. Как это определяется? Это определяется тайпингом. То есть, когда мы тайпим, очень быстро нажимаем на кнопки, мы и определяем наше какло, расположение кнопок. Потому что, если мы не будем с максимальной скоростью нажимать на кнопки, мы не определим, мешается нам, допустим, эта кнопка или нет. Может, мы будем и цеплять, когда будем быстро нажимать на кнопки. Видите? И, может быть, ее надо наоборот подальше поставить. И это все определяется тайпингом. То есть, расплавили кнопки, потайпили. Вот, допустим, я чуть дальше расположил тайпинг. Очень быстро, очень быстро, очень быстро нажимаю на эти кнопочки. Максимальная скорость, как могу. И я эту кнопку не цепляю. Если же я их сдвину, да, вроде бы плюс. Потому что все кнопки близко. Но если я буду очень быстро нажимать, я могу периодически ее цеплять и нажимать. И будет нажатие двух кнопок. Поэтому, то, что расположение 14 мм, размер кнопки, это хорошо, конечно. Но не во всех случаях надо ставить и сильно сближать кнопки. Поэтому расстояние между кнопками будет определяться путем тайпинга. А не просто того, что так именно эффективно. Потому что сначала может казаться, что это сильно эффективно. Но потом вы будете случайно кликать на другие кнопки. И чтобы такого не произошло, надо потайпить. Вот я сейчас на дальнюю нажимаю. На дальнюю очень быстро нажимаю четко. Могу на это очень быстро нажимать. Могу на эту. То есть, видите, тайпинг определяет расстояние кнопок, а не сама идея. Вот, естественно, тут же есть также дополнительные кнопки для указателя. Но тогда смещается рука, поэтому они дополнительные. Это не скоростные кнопки. Это просто дополнительные. Тоже на нее можно очень быстро нажать. Вбок также на эту кнопку. И на дальнюю также. Вот, но это как дополнительные. Более быстро вот эти. Теперь самое интересное и самое сложное, что сейчас я столкнулся с какой задачей. Вот я нажимаю на эти кнопки. Очень быстро, удобно. Тайпить. С одной на другую переставляться. Ну, крайне еще немножко надо поближе подвинуть. Но я тут уже тысячу раз двигал. Ближе, дальше и так далее. Но проблема не в этом. Это легко очень выставить, как тебе удобно. Проблема в том, что, смотрите, когда я располагаю вот эти вот кнопки вертикальные, это самое, что интересно, допустим, для среднего пальца. Вот эту кнопку, вот эту нажимаю и потом вот так нажимаю. Очень удобно. Вы даже не представляете, как это удобно. Вот, да? И так нажимаю. Но если я ставлю такую же кнопку для указателя, вот тут, да? Допустим, вот так разворачиваю и ставлю такую же кнопку для указателя, это тоже будет очень удобно. Вот так вот нажимать, и именно вот так, да? Первая, вторая, третья. Тогда получится для каждого пальца по пять кнопок. Всего, да? Вот так. Пять. Пять. Но тогда нет боковой кнопки для большого пальца. Почему? Потому что в одно и то же место у меня не получается сейчас разместить две кнопки. Вот сюда и вот сюда кнопка должна быть. Сейчас у меня стоит такая идея, что я просто вот это вот от бокового пальца поставлю пошире. То есть сделаю пошире. И вот сюда тоже сделаю кнопку. То есть у меня сейчас такая идея, чтобы и для указательного была кнопка, и для указательного, и для бокового была кнопка. А вот это все я сделаю, левее это двину. И сейчас вот что я буду тестировать. То есть я буду тестировать так, чтобы вот так было удобно нажимать. И вот так нажимать. То есть много надо протестировать и понять, насколько это комфортно и удобно. И уже потом принять решение. Потому что вот сейчас она сильно выпирает, но если я ее туда под низ поставлю, она не будет уже выпирать, это уже будут другие ощущения. Поэтому одновременно с тем, как у меня появляется новое понимание, и когда я вижу, что лучше, что хуже, также появляются и новые проблемы, которых надо решать. Вот, собственно, продолжу я дальше уже работать над вот этой задачей. Буду сейчас делать стенд для регулировки высоты, автоматической регулировки высоты этих кнопочек для этого стенда, чтобы эта кнопка могла располагаться как-то здесь в уголке, либо ниже, либо выше, но чтобы вот эта кнопка и эта кнопка друг другу не мешали, как сейчас, и были на одной высоте. То есть вот так, чтобы я и так мог нажимать, и указательным мог нажимать. То есть вот что мне сейчас надо придумать, какой-то такой уголочек, чтобы они вот так вот были. То есть, ну, надо подумать, надо решить эту задачу и продолжить дальше разрабатывать. Последнее, что еще хочу сказать. Когда я разложил все алфавитные буквы, да, вот здесь вот, знаете, что я заметил? Я заметил, что я могу даже дальше пальцем дотягиваться. Вот, я могу еще сюда добавить кнопок, и я тоже смогу дотягиваться. Смотрите, вот, допустим, я мизинцем нажимаю. Вот, допустим, с этого начнем. 1, 2, 3, 4, 5. Если я делаю движение руки, то и шестую нажимаю. Представляете, одним пальцем можно работать по шести кнопкам. 2, 3, 4, 5, 6. И это шестая. То же самое с средним пальцем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестая. Вот, ну, это все отлично, комфортно. 1, 2, 3, 4, 5. Так, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. То есть, пятая уже идет с движением руки. Почему я об этом заговорил? Я понял то, что я даже могу разместить весь алфавит, а от алфавита осталось всего ничего. Вот, вот весь алфавит, ребят, сами видите. Вот весь алфавит. Видите? Это весь алфавит. Получается, мы одной рукой можем полностью печатать текст. Мы можем весь, всем алфавитом управлять одной рукой. Сейчас я пока не придумал, как расположить этот алфавит, но позже я придумаю, потому что я уже понял, что алфавитом можно полностью печатать одной рукой. То есть, не алфавитом печатать, а печатать одной рукой, используя весь алфавит. Вот, не используя вторую руку. Это реально возможно, потому что вот они, все кнопки алфавита вы видите перед собой, русского языка и английского тоже. То есть, это реально и это возможно. Главное, правильно расположить кнопки и все это сделать. Тогда вы сможете печатать одной рукой, а в другой рукой пользоваться мышкой. Вот, ну, это уже другие задачи, которыми я буду заниматься позже. А сейчас я займусь вот этой вот штукой. Буду делать стенд для регулировки высоты, чтобы он передвигался вперед-назад, чтобы эти переключатели вверх-вниз легко передвигались, регулировались и работать над стендом. Такие дела. А на этом все, друзья. С вами был Джон Афан Анатолий Быков. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok